Всем привет! С вами видеоблог WarStory. И сегодня будет обзор на очень редкий кортик. Это кортик старшего командного состава организации DLW. Объясню, что это за организация, что вообще за кортик. Рассмотрим его поподробнее. Во второй половине видео я сравню кортик Люфтваффе первой модели, всем знакомый, и этот нож. Для начала пару слов о том, что это была за организация такая DLW и почему она привлекает к себе так много внимания. В переводе с немецкого DLW Deutsche Luftsportverband это немецкий авиаспортивный союз. В начале 30-х годов было множество авиаспортивных клубов, которые входили в союз DLW. Соответственно, эта организация являлась кузницей кадров для будущего Люфтваффе, которое было создано в 1935 году. Итак, в 1934 году в организации DLW было учреждено два кортика. Один для младшего состава, другой для старшего состава для офицеров. Кортик младшего состава, его носили летчики, его носили просто члены DLW, а офицеры носили длинный 55-сантиметровый такой кортик, своими пропорциями больше даже меч напоминающий, потому что у него такая рукоять миниатюрная, при этом достаточно длинный узкий клинок. Те же самые кортики Люфтваффе образца 1935 года, вот такие, такие. Они уже по пропорциям переделаны, клинок пошире, рукоять потолще. То есть более кинжальный, здесь он реально как меч уменьшенный. Соответственно, в 1934 году он был принят, а в 1935 году, когда создали Люфтваффе, он был уже отменён. И многие офицеры из DLW перешли в Люфтваффе. Соответственно, у них были вот такие кортики, кортики DLW. Но в Люфтваффе приняли сразу же свой кортик, кортик Люфтваффе образца 1935 года. Вот он собственно так выглядит. Это в мельхиоровом сборе один из первых вариантов ранний нож. Если мы берёмся сравнивать вот эти два ножа, то мы видим, что они разные абсолютно, то есть в каждой детали есть различия и конструктивно, и собственно по пропорциям. Вот например, смотрите рукоять. Здесь обмотки нет, на кортике Люфтваффе 1935 года обмотка есть. Клинок на кортике DLW значительно длиннее, чем на кортике Люфтваффе. Соответственно, вот это два таких основных момента, которые отличали внешне этот кортик. Собственно, что делал офицер переходя из DLW в Люфтваффе? Он укорачивал клинок и делал обмотку на рукояти. На конкретно этом ноже клеймо Адольф Браун, соответственно, встречаются и я даже знаю человека, коллекционера, у которого есть укороченный тоже Адольф Браун. Он как раз вот идёт с обмоточкой вот здесь. Немного другая форма рукояти, такая более пухлая. Это было нормально для кортиков DLW 34 года. Собственно, редкость вот этого ножа в том, что он нетронутый. То есть, соответственно, либо человек не перешёл Люфтваффе, либо он был достаточно высокого ранга и мог себе позволить носить полноразмерный нож. Типа длиннее, чем у всех. Например, если мы открываем ту же самую книгу Зигерта, то видим фотографию групповую и тут уже офицеры стоят по орлам. Видно, что это уже офицеры Люфтваффе и у крайнего военнослужащего на левом боку висит ничто иное, как длинный кортик DLW. Собственно, если мы переворачиваем страницу, то видим то, о чём я говорил. Кортик с клеймом Адольф Браун, но уже с рукоятью заменённой и с укороченным клинком. Очень похоже переделаны все эти ножи, поэтому существует мнение, что это фабричная переделка. Ну и мнение небезосновательное. Давайте посмотрим. Вот рукоять уже более пузатая. Как раз похожа на рукоять кортика формы. Похожа на рукоять кортика Люфтваффе 1935 года. Ну и естественно вот он укороченный. Здесь видно резкий сход на боевой конец. Да, и ещё пара слов, почему выбор пал именно на этот экземпляр. Кроме того, что он в отличном коллекционном состоянии, он ещё и опубликован в книге. В том же самом Ральфе Зигерте на странице 100 и 101 сфотографирован именно вот этот кортик. С тем же самым темляком, с той же самой кожулькой с Д-образным кольцом. Собственно когда я увидел, я сразу же обратил внимание, что это знакомый образ и потом полез в книгу и нашёл. С точки зрения коллекционера, когда вещи публикованы в книге, это круто. Потому что иногда бывает, люди говорят, что всё в этой вещи хорошо, но вот отличается от азбучного варианта или как на западе буржуи говорят текстбук от такого варианта, который прописан, пропечатан в книгах. Здесь какой-нибудь карабин отличается, здесь точечки не те, а тут например цвет не тот. А тут изо всех сил текстбук, он просто пропечатан в книге. Допустим кто-нибудь говорит, что я не верю в то, что это оригинал. Как-то их было мало, а тут у вас такая редкая вещь. Я открываю с этой страницы и говорю, вот он и всё и все сомнения улетают. Как я уже говорил, многие не видят особой разницы между кортиком DLV 1934 года и кортиком Luftwaffe 1935 года. И более того, считают это плюс-минус за один и тот же нож или разновидность близкая. Соответственно, когда мы кладём два ножа рядом и я сейчас хотел назвать различия, вот прямо начать с головки рукояти, потом пойти по этой проволоке, получится то, что я говорю десятый раз одно и то же. А по факту, сами посмотрите, вообще разные. Теперь переключимся на ножны. Если ножны положить тоже рядом друг с другом, вот так вот футляр к футляру, тут различия ещё более серьёзные. То есть да, они тоньше. У кортиков 1935 года именно Luftwaffe футляр ножен стальной. Там были первые версии с кожаными ножнами, но дальше уже, когда пошёл поточное производство, это стальной футляр ножен. У кортиков DLV футляр ножен кожаный. Соответственно, это даже перекочевало на первые модели 1935 года, но потом быстро от этого отказались, потому что кожу ввело, она коробилась. И как следствие того, что ножны кожаные, здесь прибор ножен крепится не винтами, как вот здесь с торцов, а крепится такими вот скобками. Они на всех трёх деталях. Теперь обратим внимание на цепи. В первую очередь вот так положим один на другой, чтобы было видно. Соединительные звенья. То есть на DLV это змейки вот такие. Это характерно как раз для Адольфа Брауна. Тут именно такие должны быть соединительные звенья. На ножнах кортиков 1935 года эти соединительные звенья. Такие простые. Вот они овальные формы. Карабины, посмотрите, тоже разные. Разные от слова совсем. То есть у нас вот этот язычок. Он разной формы. Тут уже есть такая более изящная выштамповка. Но вот здесь ещё нет. И разный тип крепления пружины. Пластинчатой пружины, которая собственно закрывает этот карабин. Если мы переворачиваем DLV, то здесь видно заклёпочку, которая держит эту пружину. Если переворачиваем от кортика карабин, то мы здесь заклёпочки не увидим. Потому что пружина распоркой вставлена в нижней части совсем в другом месте. Но ещё такой момент тоже зависит от производителя. Например, у DLV не у всех производителей именно такой карабин. Этот карабин характерен именно для клейма Адольф Браун. То есть если это будет карабин другого производителя, например, Пол Вайсберг, именно DLV, то там он будет с клеймом другого исполнения. Это уже такие дебри. Это я потом если буду сравнивать DLV-шные ножи могу показать. Сейчас у нас тема другая. Соответственно, я всеми вещами показываю, что кортик DLV и кортик Luftwaffe это абсолютно разные ножи. Прямо вообще совсем. Здесь есть много общего. Но ещё больше различий. Различия в каждой детали. Итак, эти кортики мы сравнили. Теперь немного о коллекционной ценности кортиков Luftwaffe и DLV. Если мы говорим о коллекционной ценности кортика Luftwaffe, то это порядка 1200-1500 долларов за такой мельхиоровый вариант. Если же говорим про DLV, то за счастье найти и бежать это где-то тысяч восемь. Если же это будет такой вариант в рыночной стоимости, то оценка будет порядка десяти-пятнадцати тысяч долларов. При этом цена, которая встречается на сайтах и за эти деньги эти вещи уходят. При этом чтобы нож был ещё и опубликованный, я пока аналогов продажи в свободной не видел. Я знаю одну продажу ножа за порядка двадцати тысяч, но он был опубликован в самом Johnson. Еще в мега лохматых годах он был сфотографирован и размещен в книге. При этом он был примечательный с подписью и гравировкой на устье ножа. Его было не перепутать. Он тоже точно из той книги. Если мы отталкиваемся от цены, то цена коллекционную ценность не передаёт. Казалось бы у нас разница, что этот нож в десять раз дороже кортика Luftwaffe. Но на десять кортиков Luftwaffe вы не встретите одного ножа. Их реально гораздо меньше. Например, в Штатах я был на выставке Show of Shows SOS. В феврале она там была. Соответственно на всю выставку был один кортик DLV. Причём за какие-то космические деньги порядка 18 тысяч стоил. Но кортиков Luftwaffe там их было тут, там, сям. Они там были хорошего, плохого состояния, среднего. А вот DLV был один. Поэтому коллекционная редкость гораздо выше, чем у кортиков Luftwaffe. Так что моё личное мнение, когда ты покупаешь за 15 тысяч долларов вот такой вот нож, ты на эти 15 тысяч долларов покупаешь больше коллекционной ценности, чем если ты, например, купишь десять ножей Luftwaffe. Не значит, что они плохие. Что вот эти кортики Luftwaffe нередкие или их стоит как-то унижать. Как правило, путь коллекционера начинается от простых вещей и заканчивается некоторым эксклюзивом. Или не заканчивается никогда, как у некоторых происходит. С вами был видеоблог War Story. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok